Понимаешь? А уже предложение мне сел. И ему как-то вот неудобно, видно, афишировать. Этик, скажи, что его не будет видно сбоку. Садись, не будет видно тебе. Не раздался. Тревожь. Я сама переживаю. Так, поехали. Дождать, сейчас есть спокойно, не видно. Да не видно тебя вообще, по-моему, или не видно. Три. Главное, чтобы в ней не было его видно. А ты, а что-то как-то смущаешься. Смущаешься. Романс звучит впервые. Господа пираты, можете приготовить свои саунд-хоржи. Ой, какая тоска, мне даже петь не захотел. Гитара плакала, А мы с тобой смеялись. Была я счастлива в тот мир, как никогда. И на тебя, мой зероглазый, любовалась я. Знала я тогда, что ты забыл меня. И на тебя, мой зероглазый, баба, Россия. Не знала я тогда, что ты забыл меня. Не знала я тогда тишина, что горькими страданиями С радость прошлую хотел ты отомстить. И на вопросы отвечал ты мне молчанием. Больное сердце заставлял мое грустить. Последний куплет. Лишь об одном, прошу тебя, мой зероглазый, Чтоб жить уехал ты подальше от меня. Чтоб глазки серые и кудри твои русые Ночами лунными не мучили меня. Чтоб глазки серые и кудри твои русые Ночами лунными не мучили меня. Пора плакала, а мы с тобой смеялись. Была я счастлива в тот миг, как никогда. И на тебя, мой зероглазый, любовалась я. Не знала я тогда тишина, что ты забыл меня. Пора плакала, а мы с тобой смеялись. Браво! С вами в тревоглазый перебраз звучала песня Просила Глазова, который не мучает Алису Мон. Вперед из песни. Уже не мучает, а было дело. Было дело, так мучили друг друга. Ужас. А Мон это что? Ой, что ты говоришь? Нет. У нее почему-то Мон. У нее Мон, а у нее Мон. Династия Мон была, я слышал. Да, вот это как раз та самая династия. А вообще Мон это щит, по-моему. Щит по-китайски. А ты знаешь анекдот, кстати, Алиса, про династию Мон? Нет. Ну расскажи. Значит, два новых русских встречаются. Один говорит, как дела? Тот говорит, да вот, лоханулся недавно. Тот говорит, каким образом? Был на аукционе в Сорби. Купил за 5000 евро вазу 15 века. Привез домой в Москву, вызвал экспертов. Посмотрел. Сказал, у вас китайский. Соженька. Съешь рыбки. Кстати, надо тебе ссылку дать тоже. У нас есть специальные господа-телефоники, которые как бы, они как бы за кадром, мы их не видим, но они есть. Понимаешь, это тот самый, та самая, та самая вот как бы реальность. Та самая реальность, осторожно, микрофон не съешь, та самая, это шутка, шутка, та самая реальность, которая не существует. Это микрофон? Ты же не видел, что мы съели от микрофона шишку, что ли? Это был шур, я надеюсь. Был шур, уже. Теперь повещание повезти из тебя. Смотри, пой, солнышко, пой. Я так чувствую, что мы можем еще что-то спеть, правда ведь? Нет. Уже не можем, он уходит. Нет, это неправда, сказали телефоники. Мы не можем спеть ничего с гитарой. С гитарой. С сероглазом не сможем спеть. Но мы зато можем спеть с кореглазом. Сэм. Да. Не решай. А, что вы можете петь? Я вам лучше анекдот расскажу. Ну ладно, расскажи анекдот. Вот так всегда. А это, кстати, в нашей передаче постоянно. То едят, то анекдоты, то музыка. В этом-то весь и кайф. Домашность в этом саму. Я вот, кстати, помолчу. Пожалуйста. Ну такой коротенький. Как в переводе с украинского переводится Муха-Ц-Ц? Не знаю. Это-это. Муха-Ц-Ц, да, я знаю, очень ненормативный анекдот, который будет очень популярен на Украине. Он уже не популярен на Украине, но он ненормативный. Я не знаю, стоит ли или нет. А ты замени, Серега. Там невозможно заменить. Самые тревожные моменты. Перефразируй. Ну, тяжело, ну ладно. Значит, стоит переводчик, который переводит профессионально закончен. Гимоф, все, значит, переводит. Он, значит, ну, переводчик на французский, на украинский и так далее. Ну, знаете сами, какие времена сейчас, значит, была Молдавия, стала Молдова, да? Была Киргизия, стал Кыргызстан. Через, и был город Ташкент, стал Ташкент, по-моему, да? Был Ташкент. А сейчас опять Ташкент. Ну, нормально, все меняется к лучшему. Ну, и в этот момент, значит, меняется, значит, аббревиатура слов, да, там, небольшие, там, коррекции. А ведь, когда люди учатся, они же, ну, это как бы... Свет знаний-то на глушнях же, он так остается в Глазе. Ну, и, значит, стоит переводчик, переводит пять часов подряд. Переводил, переводил, переводил с французского на украинский, с украинского на французский, какие-то очень деловые разговоры. И, значит, произошла такая история. Он такой, выдалось пять минут, там, на кофе-брейк у переговорчиков, и первым делом побежал перекурить. Переводчик. Выбегает такой, так, сигарету, думаю, пять минут есть, пять минут есть, пять минут. Пригурил, там, вот, курится, и, думаю. Ну, и такой, пока он курит, значит, надо успеть, прям одну закурил, сразу вторую. Пять часов человек не курил. Выходит такой человек, такой, одетый в штатское, подходит и говорит, ты переводчик? Он говорит, ну да. А вы вообще уверены, что вы все правильно переводите? Он говорит, ну, конечно, у меня МГИМО, у меня это опыт, там, пять лет я проработаю там в посылке. А в курсе, что вы вообще ошибочки-то делаете? Все, даже покрасил, какие, говорит, ошибки? Ну, ошибки в переводе у вас конкретные. Он такой, какие ошибки, в каком переводе? Ну, вот, если вы сейчас только что сказали, говорит, что послу из Украины, послу из Франции, вы сказали, у вас на Украине. Он говорит, а как надо говорить? А надо говорить в Украине? Я говорю, я вас понял, идите вы в хуй. Так я и знала, что этим все закончится. Я предупреждал. Меня попросили наши гости. Это является анекдотом. Нет, это единственное слово, которое мы ему позволили. Это единственное слово, которое не пугает женщин. Вот именно. И поморок от этого, мне кажется, не падает. Как раз наоборот. Поэтому продолжим нашу очень интересную беседу. Может, покурить кто хочет? Правильно. Я только что рассказывал анекдот. Я просто удивился, что его не закурили. После этого надо срочно закурить. Когда человек пять часов не курил, все сразу хотят закурить. Сэм, будете курить? С вашего позволения, Сергей. В русском языке есть замечательное слово, которое отрицание. Звучит оно, как нет. Пишется, как нет. А звучит оно, к счастью, поет. К сожалению, все чаще как-то по-другому. Ну, давайте, давайте, прикурим. Итак, у нас такой очень прекрасный сэйшу сегодня. Мы сегодня услышали новую песню. Новую старую. Да, новую песню в необычном исполнении. И только Сэм у нас. Все, анекдоты до анекдот. Может, что-нибудь сыграете, поедем? Это две плохие. Одна у другой спрашивает. Как ты думаешь, есть ли жизнь на других собаках? Жизнь на других собаках, возможно, существует. А сверший такой, тоже, кстати, про собак. Да. Блондинки встречаются? Одна, говорит, другая. Вчера, говорит, решила так себе купить гламурный ошейник с шипами. Залезла в интернет, говорит, прошлась по ссылкам. Такого насмотрела. Мы переходим на тему блондинок. Единственное, я по секрету скажу нашим зрителям, что все анекдоты, да, это вся моя тема. Поэтому можете говорить. Серега, я все время хотела тебя спросить, ты крашеный? Тут ведущий спал ступор и на мгновение задумался. Нет, не голубой. Нет, не голубой. Ну, да. Но это-то точно. Это же брутто, а не нетто. Брутто, а не нетто. Знаешь, у нас что не эфир, а музыкальный. Обязательно по пидорам проходится просто пешим строем, почему-то какая-то история музыкальная. А ведь как это не смешно, ни для кого не секрет. Это является неотъемлемой, может быть, даже не могу сказать, что лучшей частью, но достаточно талантливой частью музыкального сообщества. Просто где-то на Западе это вообще никого не интересует. А у нас на эту тему ходят анекдоты какие-то. Как вы думаете, с чем это связано? Наболевшего? Нет, я думаю, как раз нет. Я думаю, как раз так как мы обычно бываем вторичные, это просто пережиток такой еще первоначальной стадии зарождения какой-то славы. То есть, лишь бы чем-чем, лишь бы только удивить. Вы заметите, уже нет таких ярко крашенных, таких нарисованных персонажей, которые были, предположим, в 90-х. Вспомните, там, Шуру, еще кого-то. Вспомните, да, персонажи просто как из цирка, из твоего любимого, кстати. Ну, у Шуры была неотъемлемая часть его имиджа, этот был зубок, я бы не помню, да? А может быть, и больше, никто не проверял. В общем, да. Да, ты прав. Ты глубже смотришь. Да. Ты в корень. И на этой радостной ноте мы временно обратимся к рекламе. Что на этот раз нам покажет наша реклама? Рекламные паузы. А, извините, да. Я пошутил. Я пошутил, говорю сразу. В каждой шутке есть две шутки. Я просто проверил, думаю, будет в следующий раз, что будут делать наши гости при слове рекламные паузы. В одном случае, когда мы не курили, здесь люди сразу начинают курить и говорят. А когда в эфире все есть, люди просто сидят и смотрят. Потому что он оттуда есть, из той стороны. Подстава, короче. Возможно, что-то поедет. Я так и знала, что без этого не обоедется. Что мы сейчас, два телефона хватимся там. Да, 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 начнем звонить. Ты смотришь меня, смотришь, я в эфире, в эфире, да, в эфире. Вот такой анекдот, да, вот. Наш эфир такой маленький анекдот. Мы попили сегодня, поиграли. Попили. Попили, поговорили о всевозможных музыкальных пристрастиях, кто как себя ведет на сцене. Особенно нам понравилась, да, с тобой, вот история вот с этой змеей, которой он играет, на которой змея играет. И с которой и про цирк. Мы, например, очень оправдывали историю про цирк, потому что про цирк ходит масса очень интересных анекдотов. Один из таких анекдотов, когда, сейчас параллельно много других анекдотов, да, ну и самый старый анекдот, который я пугаю про цирк, это цирк, это когда выходит мальчик. Игорь выходит такой, ну такой, ну как он, ну в цирке, как он зовут? Конферанс, наверное. Нет, коверный. Коверный. Ну да, есть. Выходит и говорит, а сейчас смертельный номер. Сейчас выйдет уникальный мальчик, который описывает первые три ряда. Все такие, раз, ну и так, там, ну какой-нибудь там, Федя, Иванов, и все первые три ряда свалили вообще в цирке, нет первых трех рядов. Он такой, а, 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 какие ж вы глупые. Я только что сказал, что мальчик с феноменальной памятью. Ну если про цирк, то, как бы, эта тема очень тесно переплетается с армией. Есть такое выражение, значит, кто в армии служил, то цирке не смеется, да? Поэтому сотрудники военкомата специально приходят в цирк и смотрят, кто же там смеется. А, это типа насчет пересылочки призывного, да? Вам повесточка. У меня был случай смешной в жизни, когда мне однажды принесли повестку. Ну я так расстроился, да? Сначала, с одной стороны, хотя я учился в институте, и, в общем-то, был готов, потому что это принесется такая повесточка. И у меня был приятель один, у него там в детстве был бенингик, прошу прощения. Ну он иногда страдал какими-то странными вещами, но его все равно пытались забрать в армию. Только он всячески пытался доказать, что он не готов служить. И когда я случайно у него оказался дома, у него была бабушка, она готовила горшечку, как очень вкусно мы ели. Вот когда ему принесли повестку, он взял ее на глазах, ну как и съел. Да, кстати, одна из фишек насчет, я тебя съем перед ЗАГСом свой паспорт, кстати, тоже из этой же серии. Чего я просто взял и саживал повестку со всеми пирогами. В чернилом. Ну а что там? И с печатью. А смысл? Он на глазах у тех, кто его забирал, что ли? Да нет, он привезли повестку, говорит, вот тебе повестку, взял ее и сажал. Реально, я вспомнил анекдот. Понятно, его не взяли в армию после этого.